МОТОР 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 Итак, сейчас я передаю интервью у Ларисы. На самом деле, она поразила меня сегодня своей смелостью. Не только сегодня, она действительно очень смелый человек. Она четко знает, куда она пришла, зачем она пришла, для чего она пришла. И мне кажется, ее успехи, мы чуть позже выложим видео, как она сегодня уже второй день работы с живыми собаками, как она сегодня уже у нее получается держать ножницы, когда же получается делать шлифовку. То есть я безумно рада и успехам. И уверена, что это просто ученик на 5 с плюсом. Как ты сегодня? Расскажи ты свои новости сегодня. Я думаю, что ты по счету их подстригла. Да, наверняка, но... Но есть но. Но есть но, да. Сегодня, правда, был тяжелый день. Мало того, что сегодня было очень много собак. Мы двух собак вначале помыли, посушили, а потом было еще две собаки, которых и помыли, и посушили, еще и постригли. С первой стрижкой было немножко сложновато, потому что мы еще не знали ход действия, что зачем стричь, как стричь, чем стричь. Первый раз держали машинку в руках, тут не порежь, там не зарежь. Везде страшно. Везде страшно, руки трясутся, не дышим. Но со второй уже стрижкой дела обстояли уже попроще. То есть мы уже знаем алгоритм, что зачем должно идти, как стричь. Как держать машинку в каждой местах. Как держать машинку, да. Но сейчас уже все без сил, без эмоций. И в этом честь у нас салют за окном. Салют. Сегодня день города. Всех поздравляем. Нас вообще не угомонить. Давайте расходиться. Пора. До завтра. Следующий рабочий день. Завтра будем много писать. Завтра много будет теории. Будем разбирать фасоны стрижек. Будет очень интересно. Так что ждите новых выходов в эфир. До завтра. Спасибо большое за день. Спасибо большое за день. Спасибо. Продолжение следует...